Большая разница Александр, а что это вы припадаете на ножку? Я не припадаю, у меня прекрасное настроение, я танцую. Александр, секундочку, дыхните, пожалуйста. Сырники и какао, как всегда. Александр, что происходит? Просто когда я танцую, у меня вырабатывается гормон счастья. Александр, на ваш танец глядя у меня вырабатывается гормон легкого недоумения. Давайте перестанем вырабатывать гормоны и начнем программу. Большая разница на первом. Добрый вечер. В эфире Большая разница. Иван, а вы знаете такую басню «Лебедь, рак и Будапешт»? Это вы имеете в виду, когда лебедь тащил Венгрию в Евросоюз, а рак обратно в Норку? Нет, это другая басня. А знаете басню «Прага и муравей»? А, конечно знаю. «Лето красное пропело, после пражской-то весны». Да нет же, Иван. А знаете басню «Ворона, суши и токийский метрополитен»? Ну, там, где ворона украла у Наги Маки. Я сейчас объясню, друзья. Александр является большим поклонником неизданных басен Ивана Андреевича Крылова. Да нет, Иван. Речь как раз идет об изданных баснях Дмитрия Крылова, который сегодня у нас в гостях. Ведущий непутевых заметок Дмитрий Крылов сегодня большой разница. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот это здрасте. Прошу вас, присаживайтесь. Все к вашим услугам. Скул, сок, микрофон. Мы посмели, замахнулись и сделали пародию на вашу замечательную программу, которая столько лет радует наших телезрителей. Я бы сказал так. Саша посмел, замахнулся, а я сделал. Как же вы это посмели? Это же самая уникальная передача на нашем первом канале, потому что она самая маленькая, она крохотная, меньше ее нету, да? Я видел смету, Дмитрий, я видел смету. Давайте посмотрим пародию, а потом поговорим. Прямо сейчас, большой разницы, пародия на любимую нами программу Дмитрия Крылова. Непутевые заметки, пожалуйста. Доброе утро, московские жаворонки и провинциальные совы. На часах воскресенья, на календаре 11 утра. Это значит, что в эфире программа «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. Сегодня мы снова будем вызывать вас тихую ненависть, купаясь в роскоши, но делая вид, что снимаем телепередачу. Сегодня мы уже в который раз отправились на Гавайи. Ну и согласитесь, куда еще ехатьте? Не в Сочи же. Видите, даже нашему оператору смешно. Ну да ладно. На Гавайи лучше всего ехать осенью, когда здесь мало людей. И можно снять нормальный номер, а не этот жалкий пентхаус, в котором кормили клопов принц Монако и белгейцы. На Гавайях очень мало русских туристов, поэтому очень много остальных. Гавайцы практически не употребляют алкоголь, поэтому гавайские женщины не так красивы, как наши. А какое здесь изумительное и чистое море. Такое же, как и черное, только изумительное и чистое. И снова здравствуйте. Напомню, это программа «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. Я на Гавайях, вы перед телевизором, и в ближайшие 10 лет ничего не изменится. Одной из визитных карточек Гавайских островов является самый крупный в мире жемчуг. Из-за большого количества акул стоимость одной такой жемчужины может достигать от 5 до 10 ног ныряльщиков. Но нам она приглянулась за свои аэродинамические свойства. Не беспокойтесь, скоро сюда придет уборщица и все уберет. Сегодня это будет «Мисс Гавайи-2009». Оплатить разбитое зеркало 18 века нам, как всегда, поможет спонсор. Самый большой торгово-развлекательный центр «Мытищи». Самое большое в России кинище, винище и доминище. Спасибо. Специально для вас я сегодня не поленился и выложил карту Гавайев из красной и черной икры. Ну, красота, согласитесь. На ум сразу приходит такая же карта Сочи, выложенная в Ванкувере на Олимпиаде в русском доме. И только там она была выложена в натуральную величину. На Гавайях сохранилось огромное количество древних промыслов. Например, охота на обезьян. Местные охотники ставят в джунглях игровые автоматы и открывают ломбард. И уже ровно через неделю все обезьяны у них. Но нас сегодня с вами, дорогие друзья, ждет более увлекательное приключение. Это традиционная гавайская охота на кита. Сочи, сочи, сочи. Отдельно хочется рассказать про знаменитый гавайский массаж. Его изобрели древние продавцы противотечных мазей и обезболивающего. А еще местные жители с помощью него пустят туристам за испорченную экологию. И, кстати, именно этот массаж мне рекомендовал приличной встрече сам король Гавайев. Ай-яй-яй, больно, 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 больно. Сам король Гавайев, Румалах и восьмой. Вот он. Ирмана Фиолу, мистер Румалах. Всегда пожалуйста. Всегда власен, господин. Ну вот и настало время прощаться с чудной природой. Давай до последнего времени не тронутой рукой человека. А вот и счет принесли. Спасибо. Вот об этом мы вам рассказали в нашей сегодняшней программе. А вот об этом по этическим законам не смогли. Но для таких случаев у меня всегда с собой есть пластиковая карта Фломастеркард. Фломастеркард. Есть вещи, которые невозможно купить с помощью карты Фломастеркард. Это все вещи, кроме зубочисток. Пожалуйста. Извините, но ваши карты заблокированы. Ага. Для таких случаев русский инфаркт. Средств нет? Да. Денежные переводы – вечность. Сумма комиссии теперь ненамного превышает сумму перевода. Извините. Ну вот, уважаемые телезрители, как видите, наконец программа «Непутевые заметки» соответствует своему названию. Извините, пожалуйста, дорогие друзья, мне нужно работать в первый раз в жизни. Увидимся через год. Через два. Через два, извините. Увидимся через два года. Ваш ДК. Дмитрий Крылов сегодня в гостях «Большой разницы». Только что видел пародию на себя. Спасибо большое. На самом деле это действительно БР. Если бы я увидел это на экране, я бы понял, что это та же самая идет передача. И слава богу, у меня возник просто двойник. И двойник моей передачи. Я наконец-то теперь смогу поехать в отпуск на Гавайи. И проделать все то же самое, что делал этот персонаж. Есть страны, в которых вы не бывали, Дмитрий? На самом деле, да, около половины. Если у нас 216 всего стран-государств, я посмотрел по списку, у меня примерно половина уже бывали. А какая страна вас больше всего удивила, помимо нашей? Ну, я не знаю, и удивила, и обрадовала это Африка. Африка? Мне кажется, бесконечно можно смотреть на зверюшек. Вот у меня такая же ситуация в программе. Да? Бывая в таком количестве стран, наверное, уже появились какие-то свои способы зафиксировать русского в толпе. Как вы определяете, русский человек или не русский? По взгляду. По взгляду. Вот что-то есть такое неизбывное в наших людях. Вот сразу узнаешь, это какая-то напряженность, это какая-то тоска, неудовольствие всем. При том, что это может быть на Таисе где угодно. До 12 часов дня. И понятно, Тааа неизбывная, сухость во рту, мы понимаем. А потом-то? А потом появляется неизбывная веселость. Я смотрю сейчас у Сереги такой взгляд, посмотрите, Дмитрий, вот какой взгляд у него сейчас? Ну, по-моему, ему хочется поехать туда вот, где мы только что были. Неизбывное, как вы сказали, такое, что-то неизбывное. Да, да. Что-то грустное, да? Да. Дмитрий, вот смотрите, мы с Александром являемся представителями разных не только поколений, но и типажей. Да, где, в каких странах из тех, в которых вы бывали, вам встречались такие люди, как мы? С кем бы вы нас спутали, скажем так? Просто мне кажется, я типичный скандинавт. Нет, ну, да, мне показалось, что это есть такое масайское, утонченное, длинное, да. Утонченное, длинное. Изящное. А Саша это что-то такое восточное, буддийское, такой сидит там добродушный. Да, 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 да. И хочется его потереть, и счастье будет, да? Да, 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 да. Спасибо вам огромное, Дмитрий. Мы желаем вам новых увлекательных путешествий. Привозите нам интересные истории. Покорите все 216 стран. И уже потом, когда закончатся страны, отправимся в Вологодскую область, а там, поверьте мне... Спасибо огромное. Дмитрий Крылов, всего не поздравил. Спасибо. Спасибо. Дмитрий Крылов, Большая разница. Иван, у меня есть отличная бизнес-идея. Причем минимум вложений, максимум прибыли. Но я один не справлюсь. Мне нужен кто-нибудь, кто поддержит стремянку. Александр, я вам тысячу раз говорил, я не буду принимать части в вашей пародии на Муравьева-Апостола. Вот смотрите, заработаю я миллион. Не приходите ко мне со своими просьбами. Александр, нам, парням из Петербурга, деньги вообще не важны. И миллионы. Нам лишь бы наука. И пародия на Григория Перельмана в Большая разница. Лишнее этому подтверждение. Смотрите. Математик один Тихо не знал себе бед Но он диарему открыл Ту, что решали сто лет Деньги давали ему Но он сказал Не возьму Все, что на жизнь я собрал Хватит мне Я рассчитал Миллион, миллион долларов он не взял Из окна, из окна, из окна всех послал И ушел, и ушел, и ушел поскорей Покормить, покормить Петербурга, голубень Кто-то его может быть Деньгами в детстве пугал Страх тот не смог он забыть И денег всегда избегал Где платят меньше всего Долго не мог он найти Лишь не пугала его Зарплата в местном мире Миллионы, миллионы долларовых банкнот Это же, это же, ну, как минимум, айфон Поражен, удивлен, на Руси весь народ Кто не взял миллион, а такой ли умный он? Как борода отросла Задумался я о пути Великим ученым я стал А мог бы и в бардей пойти Или мог стать вот таким Стал бы звездой дискотек Но только в клубах, увы Книг с интегралами нет Если бы я не читал В библиотеках не спал То перед вами предстал Реальный пацан Бирель Мантрича Только он жил среди книг Пива и женщин не знал Лишь интегралы одни В сердце свое он пускал Так и живет Переман Жизнь удовольна, как слон Но он уже доказал Свой самый главный закон Никакой, никакой, никакой миллион Не заменит, не заменит тот широкий жест Миллион, фу, пора расходить в кино Уходите, у меня все, что надо, есть Почему, почему остальные мне вдомек Что гусар Бирель Ман не берет денег, он Сделал он то, чего для него никто не мог И зачем обсуждают чужой миллион Большая разница Иван, а вы знаете, что испытывает человек, оставшись один в закрытом темном помещении? Если вы снова о том случае, когда я вас запер в гримерке Александр, я попивку извинился, а во-вторых, мы договорились не прятаться в закрытых помещениях Послушайте, ну кто же знал, что вы до ста так быстро досчитаете? И тем не менее, я не жалею о том, что был в этом помещении Потому что, знаете, я успел многое переосмыслить Дело в том, что вас, благодаря вашим пронзительным крикам, нашли уже через 7 минут Что же вы переосмыслили за это время, Александр? Я переосмыслил свою жизнь Я подумал, каким все-таки бесценным подарком является жизнь Вернее так, я подумал, каким все-таки бесценным подарком для вас, Иван, является моя жизнь Знаете, очень интересно, наша следующая пародия чем-то напоминает ваш случай, Александр Давайте посмотрим и представим, что было бы, если бы дома один остался такой популярный человек, как Дима Билан И для того, чтобы это осмыслить и проанализировать, нам нужен настоящий эксперт И он у нас есть Барри Алибасов Сегодня в большой разнице Барри Каримович, приветствую Здравствуйте Присаживайтесь Что это сейчас вы показали, Барри Каримович? Разнесу между вами Какой он наблюдательный, Барри Каримович? Ну, в общем, конечно, трудно заметить Мы хотели бы представить вам сейчас фильм «Один дома» Вот с каким сюжетом В главных ролях Евгений Плющенко, Яна Рудковская и Дима Билан И вы, Барри Каримович Где можно посмотреть? А вон, справа Выходить надо Барри Каримович, нет, вы можете выйти, пойти и посмотреть, купив наши лицензионные диски у метро А можете прямо сейчас посмотреть на этот экран Да, вот смотрите, пародия «Один дома» с Димой Биланом и Барри Альбасовым Большая разница Ой, я не могу, ну быстрее, быстрее До самолета полтора часа, по пробкам не успеем Яночка, ну давай вызовем вертолет Да, давай вызовем вертолет, до вертолета на самолете, до самолета на дирижабле, до дирижабля на коньках Жень, ты коньки-то взял? Здесь А этого, ну как его, ну господи, скрипача-то этого, Эдвана Мартона А, ну здесь Жень, ты что, совсем сдурел? А что такое? Ну он же скрипач, а не виланчелист, чемодан-то можно было и поменьше взять Это тоже берем? Нет, нет, это реквизит Димочки на Евровидении 2010 Он не должен это видеть, а то посидеть малолетки любить не будут Вот туда Вот Добронин седой, поэтому малолетки его не любят Все? Все, Дима, Димочка здесь? Господи Да здесь, он здесь Вот, Дима Да Господи, они все одинаковые Как же определить, кто из них вилан? Господи, Жень, ну по головам-то посчитай Ну хорошо Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Семь, восемь Дима вилан плюс семь танцоров Все, Яночка, все готовы, поехали Я прошу Да, ну все, Жень, я надеюсь, что на этот рак мы ничего не оставили Ничего не оставили, конечно Я, Дима, 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 Дима Ян Жень Вы где? Эй Что, дома что ли никого нет? Ау Никого нет дома? Интересно, что у них там Вот этот дом Здесь он живет Горьевич Горьевич Это наш с тобой шанс Я Валерию Продюсирую, 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 продюсирую Ни евровидения, ни удовольствия А тут целый билан Йоси, ну мы бы денег с тобой заработали, а? Мне же как раз ботинки новые нужны А когда поистаскается, я его в на-на возьму Там люди всегда нужны Евроремонт и вещь сложная Слушай, Йоси, Йоси А как мы его ломаем, контракт подписать, а? Как Рудковское Лего И Баф Короче, сегодня в девять Точно А во сколько? Что же делать? Что же делать? Яна, Женя Где же вы, а? Вот как интервью давать после Евровидения Вы тут как тут А когда надо Никогда нет Слушай, мы сегодня же вылетаем У нас завтра корпоратив, Яночка Там, Димочка, один дома Ну они платят, Яночка Димочка, мы прилетим завтра Там два выступления Димочка, ну или потли завтра Ну что ты там это, репетируешь? Ян, не волнуйся, конечно, я помню У нас же скоро тур Каримыч С понто люди в окнах танцуют Это что, Рудковский что ли вернулся, а? Ну-ка дай, Ёс, Ёс, дай, дай Успокойся Я этот фильм уже видел Там мальчик на веревочках Картонные фигурки двигает Пошли, парень Сопляк нас не проведет Парень, смотри Им же курилки картонные на веревочках танцуют Я убью этого молокососа Убью Своим контрактом Те от СМО вчера чуть не убили Летал по комнате, как мои нанайцы После убыточного тура Дима Открой Это дядя Ёся Пригожин И Барик Каримыч Мы друзья Яночки Вы врете? В шоу-бизнесе нет друзей Младственники Такой умный и смелый мальчик Хотя и певец Мы достанем тебе звезденыш Сегодня же ночью ты станешь нашим Что же делать, что же делать Алло, милиция? Милиция? Что же делать? Что же делать? Что же делать? Чертов пацан Диски пиратские На мелкие кусочки Покрошились Все, я иду на крайние меры Дима, я предлагаю тебе контракт. Золотой контракт. Я такого никому не предлагал. Просто прочти. Ёся, Ёся, Ёся. Ёся, смотри. Первая страница контракта. Подписал её. Вторая. Тоже подписанная. Третья. Главное, чтобы последнюю подписал. Там те реквизиты. Дима. Димочка, а что случилось-то? Почему такой бардак? Что, к тебе опять приезжал Тимати? Ян, ты знаешь, у меня к тебе небольшое предложение. Теперь мы будем работать вот по этому контракту. Да, контракт. Угу. Угу. Пополам. Ой, уже ничего-то мне плохо. Я не могу. Димочка, где? Мне так плохо. Ян, ты чего? Я совсем плохо. Ой, я прямо, прям не могу. Я и на маске. Ай, пополам. Ай, пополам. Ай, пополам. Да чтобы вы все актёришки, да музыканты без продюсеров и делали. Думаете, легко ложить и песни однообразные по каналам, да радиостанциям распихивать? Ведь ни концерт организовать, ни фанатку толком раздеть не умеете. Все, уходи, видите, я не могу. Я тоже. Ай, куда же нам идти, а? Да куда хотите. Да, только для начала не забудьте пройти через Пермь, Ярославль, Вологду и т.д. и т.п. У нас тур по России. Самолет через час. Чтоб, что станет оба? Фу. Пополам. Каримыч, а как это ты быстро развязался? Ёся, я на на 20 лет продюсирую. От меня ни один солист еще не ушел. Я знаю все о веревках, кандалахах. Барик, 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 разбежи меня, я знаю гениальную идею, Пугачиха уехала в Киев на гастроли, Галкин один дома, неделю, я знаю код домофона. Слушай, Ёся, ну Галкин же не певец вообще. А что, Билан певец? Точно, Ёся, я ж лучше рыбакас продюсирую, а? Каримыч? Да ну тебе. Каримыч? Каримыч? Каримыч! Большая разница! Вот, друзья, легендарный Каримыч сегодня у нас в гостях Барри Каримович Алибасов. Ну, что я вам скажу, вы мне польстили, тут я оказался гораздо умнее, чем в жизни, правда, на экране так получилось. И вот эта девушка мне очень понравилась, такая дрочунья. Барик Каримович, а бывало так, что приходилось у кого-то уводить артистов? Нет, у меня всегда уводили, и всегда, еще в советское время читали меня. Кроме Саши Цикала, кого еще увели от вас? Ну, скажем, из Наны Левкина уводили. Вот. Девушка, девушка, ну там по любви. Ну, естественно. Ну, чувства. Как пришел к вам, так и ушел, по любви. Ну да, стихи они читали там. Понятно. Ну и все. Контракты пожизненные с артистами у вас? С артистами? Нет, у меня, ну, скажем, с Наной у меня контракт был на пять лет. Ну, вот работает до сих пор Слава Жеребкина и Львову Политов уже двадцать. Да и что, и у них никаких контрактов нет? У Жеребкина нету Слава контракта? Не выгонишь. Подождите, он, наверное, не знает. Слава, у тебя нет контракта. Слава, перед тобой весь мир. Упал со стула сейчас Жеребкин просто. Слава говорит, Политов, ты слышишь? Двадцать лет. Уже пятнадцать лет могли. Я вам открою тайну. В общем, достаточно просто артиста удержать. Важно, чтобы артист платил мне зарплату, а не я ему. Мне платит зарплату Политов. Поэтому, в принципе, он хотел бы от меня избавиться, но я никуда не буду. Уникальный случай, когда артист из ста процентов денег, который получает, девяносто отдаёт продюсеру и платит зарплату, и десять оставляет себе. Как проходит кастинг в группу Нана? Вот, например, новые солисты. Сейчас очень легко, потому что сейчас все поют. Молодёжь поёт блистательно. Я восхищаюсь. R&B, джаз, рок, хард-рок, рэп, фольклор, народную музыку поёт. Легко. Молодёжь супертовариста. Это молодёжь. Мы говорим про группу Нана. Позвонил знакомым педагогам, спросил, есть ли у них, и всё. То есть через педагогов. Через педагогов. Барик Каримович, ну, спасибо вам. Я желаю вам рано или поздно всё-таки помириться и прекратить конфликтовать, потому что, мне кажется, вы одинаковые совершенно разумом и умом. Не нужно друг другу завидовать. Барик Каримович, но могу вам с вашей, я позволю назвать себе это, колокольней виднее. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Барик Алибасов, Большой разницы. Спасибо. Спасибо, Барик Каримович. Барик Алибасов, Большой разницы. Большая разница. Александр, я, если честно, давно вам хотел сказать Вы знаете, мне неловко, что вы постоянно слушаете поводу для моих странных нелепых шуток Поэтому извините меня, Александр Иван, этого мало Хорошо, давайте так, вы месяц будете ездить около окошка в автобусе Этого мало Александр, я подарю вам кружку с надписью «Биг Босс» Этого мало Александр, я начну серьезно относиться к вашей фразе «Я в домике» Этого мало Это что такое, может быть, София Ротару? Этого мало Как хорошо вы сказали София Ротару «Этого мало» в большой разнице Сорок лет я пою И пятнадцать танцую До сих пор я в строю На эстраде попсую Динозавры, ТВ, их теандры, вокала Это я плюс Кобзон, еще Пьеха и Алла Только, 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 только этого мало Записал я альбом в жанре хэви-витала Чтобы публика Это урганс цыкала Это урганс цыкала Но знаю я еще одну неразлучную пару Вместе мы, как Чук и Гек, как Че и Гевара Это ты, мой зритель, и я, София Ротару Сколько лет уж прошло Как сердючка пропала Корни реже поют Даже фриски устала Ну а я вам пою Здесь на Первом канале И на всех остальных Чтобы не забывали Вся страна от Петербурга и до Байкала Приглашайте на гастроли Я не устала Сорок лет на сцене Мне этого мало Большая разница Вот скажите мне, Иван, я ведь для вас Сашка, простой весельчак, повод для шуточек Да, вы ведь так думаете, Иван, так? Нет, Александр, что вы? Мы все так думаем Так вот, знаете, Иван, когда ночь упускается на город Когда зло выходит на улицы Когда любому человеку грозит опасность Когда беда стучится в дверь Вы эту дверь запираете на два замка и ложитесь под одеяло, наверное, Александр? Нет, я включаю машину и отправляюсь навстречу опасности Александр, вы по-прежнему считаете, что режим деликатная стирка — это опасно? А вы знаете, одежда бывает разная И никто не знает, какая сила таится в пуговицах Какой бес вселился в шнурки Я уже не говорю о молниях Вы знаете, а вам и не нужно говорить о молнии О молнии нам расскажут актеры, сыгравшие в фильме «Черная молния» Виктор Вишбицкий и Екатерина Вилкова Давайте мы их пригласим к нам Здравствуйте Добрый вечер Прошу вас, присаживайтесь, добрый вечер Берите микрофон и чувствуйте себя, как дома Яблочный сок идет цирикой на наших веселых посиделках Да, Саша? Да Сэкономил на пирожных? Да, конечно Друзья, мы позвали вас не просто так, как вы понимаете Пародия на фильм, который всколыхнул наше сознание Особенно сознание тех людей, которые до сих пор управляют отечественными автомобилями Это фильм «Черная молния» Вы готовы посмотреть пародию? Да, с удовольствием С удовольствием, да? Да, конечно Смотрите, пародия на фильм «Черная молния» в большой разнице прямо сейчас С днем рождения, сынок С днем рождения, сынок Поем песню американскую Потому что своих нет Ну что, сынок Вот и настало время для подарка Помнишь, я обещал тебе на 20 лет машину? Да? Ну так вот запомни, сынок Папка твой врун Так это что, не машина? А что, автобус? Не совсем Но в нашем подарке ты тоже можешь ходить в институт Это... Джинсы А? О! Они хоть на болтах? Да ты что, сынок? Какие болты? Ты посмотри, какая у них молния! Черная Они что еще? Не новые? Дима, ты куда? А как же твой торт, любимый, с кремом? У меня свидание Опять? Нет С девушкой Все-таки всунул мне этот торт И еще эти джинсы проклятые О! Привет, Димон! Все комплексуешь из-за прыщей? Кстати, клевые джинсы Бабушка связала? Ладно, Настя, пойдем Настя, а как же Наше свидание? Прости, Дима, я Я просто Паткая на деньги А Макс Предложил прокатиться на его мерседесе Что бы это ни значило Ненавижу вас Проклятые джинсы Так Давай-ка, сходи-ка Еще Возьми Две Давай Все Спортом надо Заниматься Отец Ты где джинсы взял? Как где? Купил? Нет, ну вообще-то сначала хотел украсть Потом затупил и купил А что, не ходят? Какие ходят? Они летают Ты где их купил? У соседа он в милиции работал Контрафакт Шеркизона уничтожал Вот я у него и купил Только у него такой молнии не было Черной Я у знакомых ее В секретной лаборатории взял Лабораторию закрыли А все, что американцы не купили Работникам счет зарплаты отгали Мать Сделай еще кипиточку Вот подонки, а Ладно, сынок Пойду умру За правое дело Чтобы у тебя была мотивация Бороться со злом И стоять вот так На фоне развивающегося флага Нет Чего? Шарф возьми Я решил Я стану супергероем Я порежу на ремни убийц отца Я буду защищать попавших в беду людей И калечить еще не попавших Отныне не будет студента Дима Майкова Отныне меня зовут Черная молния Дим У тебя магазин открылся Че? Да молния у тебя застегнута Стоять! Двое на одну женщину Как на выпускном А ну отпустите ее А ты че? Ментов позовешь Я могу наказать И посерьезнее ментов Шокирующие новости Из центра столицы Неизвестный человек в джинсах Летает по городу И всех спасает Из-за, скажем так Необычного способа спасения Его прозвали Черной молнией Я, я своими глазами видела На женщину падала сосулька А он, а он подлетел И спас сосульку Как же мне обрести Эту суперсилу Паук меня Не кусает Летучая мышь Меня не любит Пошли отсюда! Алло Ты слышал? Мне нужны эти джинсы Разыщи этого парня Да Собирай всех Еще немного И я завоюю этот мир Настя Ну уже, сними трубку Я теперь тоже знаменитый Смогу тебя тоже покатать На Мерседесе Что бы это ни значило Настя, ну уже Нет Потерял кого-то супергерой А ну-ка Снимай джинсы Парни, а может пойду У вас тут походу Свои дела? Зачем они тебе? С помощью этих штанов Я создам Собственную летающую армию И мы будем летать И заглядывать в окна Самых высоких этажей А ну-ка Отдавай станы Руки Беги, Дима Живи спокойно Знай, что я погибла Из-за тебя Хорошо Я сниму джинсы Но для этого Мне нужно опустить руку Что бы расстегнуть молнию Давай Да я своими глазами Это видела Он Он впечатал этого типа Прямо в стенку И это Особая примета Шлинка Растегнута была Темочка А что же дальше будет? Я обещаю Что жители Москвы России И других городов Нашей прекрасной родины Могут спать спокойно Я объявляю войну преступности Не как милиция А по-настоящему Я искореню коррупцию Защемив руки Всем взяточникам страны Своей черной молнией Все дети страны Будут просить своих родителей Купить им сувениры С моим изображением Дим Я устала Тряси я сказал Мир должен знать Что в России появился Свой собственный супергерой Который умеет летать Завтра в Хургаду полетит Тряси Большая разница Катя Вы так удивленно смотрели на экран Вы видели фильм? Да Недавно пересматривала как раз Чтобы вспомнить Чтобы не попасть в просак В принципе да Скажите Как вам наш супергерой? Хорош Это правильный ответ Катя Это правильный ответ Скажите Изменилось ли ваше требование К мужчинам После этого фильма? Мужчинам подле вас Требования да Конечно изменились Я теперь требую Хотя бы наличие Летающего велосипеда Или скейта Скейта, мопеда Да Виктор Вы человек Который Гениально воплощает На отечественном экране И зарубежных Экранах Воплощение зла Но начинали то вы Как актер Кукольного театра Да Верно Да И что там тоже Какими куклами вы управляли? Тростевыми Вы тоже играли Отрицательных персонажей? Ну отчасти да Потому что я водил Руки и ноги Старухи-шапокляк Как вы вообще относитесь к пародиям? Делали пародии когда-нибудь на вас? Делали ли вы когда-нибудь на кого-нибудь пародии? Да На меня делали Я кстати вам напомню В вашей же программе на фильм 12 Я был потрясен Замечательно Тот же самый замечательный актер Владимир Кисаров Вообще приятно все что вы делаете Стать объектом вашего внимания Понимаете? Да Меня поддержит А сами никогда не баловались пародиями? Нет Вы знаете Вот пропуск в моей жизни Даже учась в институте Как-то мне это не очень удавалось Поэтому я с восхищением смотрю На тех людей Которые так талантливо исполняют Замечательно Спасибо огромное вам За то что вы к нам сегодня пришли Спасибо вам огромное Екатерина Белкова Сегодня большой раз Спасибо 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 Иван Я знаю что вы сегодня вечером отправляетесь в Санкт-Петербург И я вам тут в дорожку немножко вот собрал из дома Принес Здесь отварная курочка Яички, огурчики Саш Я на самолете лечу Да нет Ну вы врете Вы просто не хотите чтобы я на вокзал приходил вас провожать Не хочу Чтобы вы не устраивали как в прошлый раз Когда началось это братание с таксистами Флирт с цыганками А как вы кричали эти ваши шутки Сейчас поезд подтолкнут Дайте рельсу поцелую Ну я просто люблю проводы Любите проводы Смотрите как будут провожать Петра Налича на Евровидении Гитар, 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 гитар Come to my budovar Believe you have a possibility Play it with me Гитар, 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 гитар Play свой репертуар Мы отправляем выступать надежду страды Ну что, провожаем Петра Налича на Евровидении Исполнять свой шоу-бизнесовский долг Забираем петру нашу Как же так? Как же мы теперь без тебя будем? Ну а Борис, ну как раньше были, так и теперь будете А хочешь, я тебя с Евровидения ждать буду А вы, простите, кто? Вот блин, всего год прошел, уже никто не помнит Приходь-ка я, мама Ну ты смотри, там выступай хорошо А то тебя та же уча ждет, шумяя серебро и подольскую Кого? Ну вот я же варю Да ну, Петь, пойдем порепетируем Пойдемте Смотри, Петька, ты там честно, верно пой А мы тебе туда песни писать будем Говорили мне, отмазываться надо было Признали бы психом или НРС написали Петь, а спой нам песню до Евровидения Пока что она еще не из всех щелей играет Петь, спой пока не дошли Ага, пой Вуд юбилей Влада в носи Че, помер кто? Акстись, дурак Налича провожаем А, здорово, молодой Привет Здрасте, а вы кто? Как кто? Мы старовыступающие Билан и Рыбак А ты-то кто? Я Петр Налич, звезда эстрады Слышь ты, ты не звезда Салабон эстрады Ну ничего, скоро у тебя все закончится Танец будет по приказу, песня по райдеру Ага, до свидания, девочки Здравствуйте, батя, не продюсер Слышь Кто на Евровидении был, тот в цирке не смеется Петь, не боись Евровидение из тебя настоящего мужика сделает Не факт, не факт Я ж был на Евровидении Слушай, песня-то хоть на английском? Вал Борисовна, ну конечно, я все, что со школы помнил, все зарифмовал Сейчас I have a cat His name is Simon London is the capital of the Great Britain Внимание, поезд Москва-Осло отправляется через несколько минут Все, ну, ну, ну А вы чего? Ничего, привыкай, привыкай Вернешься из Евровидения на шоу-бизнес, пойдешь работать Петь, петь Главное, помни, певец спит, голосование идет Ну все, давай с Богом Все, давай с Богом И самое главное, помни, что тяжело на Евровидении, легко на корпоративах Раньше я был кумир интернета А теперь ты для всех надежда страны Денег пока в охране, заработай на лето Ведь победа тут не главная Ах, юзивры Большая разница Ваня, а долго еще стоять? А ты вообще уверен, это фотокамера или видео? Не уверен По-моему, пора прощаться Это была «Большая разница» на первом До свидания Большая разница это была Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok